Приветствую вас, Аноним. Давайте разберем ваш вопрос в вашем ситуации. Вы говорите о том, что встречаетесь с мужчиной. Это первый мужчина, который у вас появился после развода. Вы говорите, что вы очень близки, что у вас много общего, много интересов, вы близки духовно. Вы говорите, что мужчина, с которым вы встречаетесь развелся два года назад, что у него очень напряженные отношения с теперь уже бывшей женой. И это влияет на отношения с дочерью, с которым мужчина ведет себя очень жестко. И, в общем-то, считает, что ей от него нужны только деньги. И, соответственно, отношения между ними тоже напряженные. В свою очередь, вы, видя, что такая ситуация происходит, и предполагая, что у вас, с одной стороны, есть тоже ребенок того же возраста, что и дочь мужчины. А с другой стороны, принимая во внимание требования мужчины, ну, не требования, а как бы притязания мужчины на то, чтобы, собственно, создать семью уже с вами. И, как бы, заиметь собственного ребенка, уже вашего общего. Вот. Вы пытаетесь мужчине объяснить, что с ребенком нужно быть помягче. Вот. Ага. Тревожность, соответственно, за то, как он будет относиться к вашей дочери и к вашему будущему совместному ребенку тоже. Такая вот история. Соответственно, ваш вопрос, как донести до мужчины, точнее, простите, что с ребенком нужно быть помягче. Вот. Никак. Ответ на ваш вопрос этого не сделан. Потому что мужчина, скорее всего, человек уже зрелый, сформировавшийся, что называется, состоявшийся, что называется. Вот. И, соответственно, переубедить его, условно говоря, что такое переубедить, да? Переубедить, это, грубо говоря, переубедить означает на поле другого человека, на его поле, вот, перевесить своими аргументами. Ну, шанс того, что вы это сделаете, он вообще очень невысок. Потому что, если мы предположим, что мужчина вот пришел к такому выводу через логику, то вам нужно эту логику возвести в абсолют, чтобы перебить его логику своей. Я не уверен, что вы это, может, вы можете сделать это. А то, что является вашей силой, как женщина, как другого человека, как матери, вы не используете. Смотрите. Мне кажется, что, ну, находясь в отношениях с кем-то и смотря, как этот кто-то выстраивает отношения с другими людьми, волей-неволей задаёшься вопросом. А как будет со мной? Всё-таки это не изолированная история, это не изолированный мир и, как бы, отношения с разными людьми не изолированы друг от друга. Естественно, мне кажется, что, когда вы видите, как ваш мужчина, с которым у вас предполагается некоторое будущее и даже совместный ребёнок, вы видите, как этот мужчина довольно жестко ведёт себя с ребёнком и блокирует её. Естественно, вы на это как-то реагируете. Мне кажется, что вы имеете полное право на эту реакцию. Вы имеете полное право задавать себе такой вопрос. Но, вот здесь очень важный момент, задавать себе вопрос. Не мужчине, а себе. И мужчине, как мне опять же кажется, вы можете задать вопрос. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты вот это сделал, да? То есть, как бы, ну, там, не знаю, пусть там дочь его зовут Вера. Вот ты заблокировал Веру, да? Вот скажи, как бы, ну, что тебя спорвигло на... Вот. И он говорит, там, например, что, вот, она, там, меня использует, там, ей от меня нужны только деньги. Вот, я, там, алименты плачу, значит, исправны и так далее. И вы, там, можете ещё, там, сказать, типа, то есть, тебе больно, что тебя используют, допустим. Ну, как вариант. Он, типа, нет, ну, там, или, или да, мне больно, то меня используют. Вот, всё. Вы, как бы, как бы, узнаете мотив человека. А дальше вы решаете, что вы с этим делаете. Потому что, с болью, со страхом, с ревностью, с неуверенностью, со злостью, с гневом, все люди обращаются по-разному. Вот. Или, там, мужчина может сказать, нет, я не думаю, что он меня использует, просто я знаю, что эта вот жена накручивает дочь, значит, настраивает её против меня, а дочь такая же, как моя жена. То есть, здесь, понятно, как бы, идёт перенос, да, с жены на дочь некоторых обид. Мужчины, например. Особенно, если отношения с женой у него напряжённые. То есть, тут, как бы, ребёнок, он выступает своего рода аргументом между супругами. Если вот они расстались с женой, отношения у них по-прежнему напряжённые, что называется, что называется, горят. Вот. Понимаете? То есть, с чувствами люди обращаются по-разному. И вы видите, как мужчины обращаются со своими чувствами. Вы не можете сказать ему, сказать ему, оу, ты неправильно обращаешься с этим чувством. Оу, оу, ты неправильно выбираешь, там, путь реализации этого чувства, к примеру, путь реализации, там, не знаю, обиды, боли или гнева через блокировку ребёнка. Вы не можете так сказать. Потому что это путь мужчины. До тех пор, пока он не захочет это изменить. До тех пор, пока у него не будет мысли, о, я не хочу больше так реализовывать свои чувства, я хочу реализовывать его по-другому, но не знаю как. Тогда можно помочь. А пока такого вопроса нет, ничего сделать нельзя. Поэтому, имея право на свою реакцию, на действия человека, и имея право разузнать о мотивах такой реакции, такого поведения, вы имеете право сопоставить реакцию и мотив, точнее, поведение мужчины, его мотив и свою реакцию. И вы можете сделать из этого вывод. Хочу я дальше быть таким человеком или не хочу. Приемлемо для меня то, что он делает или неприемлемо, и озвучить это ему. Спокойно озвучить. Сказать, для меня неприемлемо, когда взрослый человек всерьёз обижается на своего ребёнка. К примеру. К примеру. К примеру. Но. И это даст человеку понять, что вам важно. Потому что, когда вы пытаетесь убедить, когда вы пытаетесь доказать, вы, да, вроде как демонстрируете, что вам важно. Но вы делаете это косвенно, даже если договорите прямым текстом, но в контексте вот убеждения и в контексте спора, дискуссии, всё равно это смазывается. Но это независимое поведение. И здесь есть риск того, что мужчина скажет, а для тебя неприемлемо, ну тогда всё, я с тобой расстаюсь. И вот здесь на первый план выступает то, как вы пережили развод свой уже. Развод это всегда травма. Вопрос, пережили ли вы травму, прожили ли вы её, отболели ли вы, отплакали ли травму, травму развода. И второе, насколько для вас определяющим является факт того, что сейчас в вашей жизни есть этот человек. Если вы боитесь его потерять, если у вас есть к нему привязанность, если вы там уже не представляете свою жизнь, без него это зависимость. И с этим тоже лучше работать. Потому что вполне возможно, что вы бравый и мужчина действительно будет так же относиться и к вашему ребёнку, который есть сейчас. И к вашему общему ребёнку, который будет. Просто потому что почувствует, что вы никуда не денетесь. Просто потому что почувствует, а я могу делать всё, что угодно. Понимаете? Даже если это для него не свойственно, такое поведение может закрепиться. Ведь это иногда более лёгкое решение проблемы. Вот как-то так. Поэтому, мне кажется, что в корне, вот именно в корне, вы находитесь на верном пути. То есть вы высказываете то, что вам неприемлемо. Но форма и мотивация доказать свою позицию мужчинам, непринятие или страх альтернативы, вам мешают. Основания для этого, мне пока до конца неизвестны. Но с этим можно разобраться и помочь вам стать более независимым. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я буду благодарен за отклик по нему. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...